Педагогическая гостиная, организованная в московском районе Бреста, известна в литературных кругах с 2006 года. И даже трехлетний перерыв не повлиял на количество участников и звездных имен. Рядом с действующими наставниками русского языка и литературы, ветераны педагогического труда, а также еще совсем молодые учителя словесности. Мы пытались эту педагогическую гостиную проводить так, чтобы обстановка была очень комфортная. Чтобы каждый, кто приходил сюда, понимал, что здесь близкие друзья, дорогие близкие друзья, которые его поймут. Основной темой первого заседания выбрали чтение. Как привить детям любовь к книгам, обучить подрастающее поколение читать вдумчиво и понимать смысл прочитанного. На помощь приходят методики, разработанные профессором Московского института русского языка имени Пушкина Натальей Кулибиной, которая на своих семинарах учит педагогов работать с литературой и с детьми. Мы с вами привыкли, что в школе мы когда-то с вами изучали достаточно большие объем текстов, но суть надо найти в маленьком отрывочке, в маленьком том отрывке, который мы с вами читаем и не видим этого. А в каждом слове есть ответ. И поэтому Наталья Владимировна, она нам показала, что даже в одном слове можно создать целую историю. 12 учителей Московского района после семинара с российским профессором готовы делиться опытом с коллегами. Эта встреча и новый опыт стали возможными благодаря тесному сотрудничеству с Российским центром науки и культуры в Бресте. В университеты и школы города над Богом центр передает художественную и методическую литературу, активно проводит различные образовательные семинары, призванные помочь учителям словесности. Вот эти самые методики стали востребованы для того, чтобы научить русских, русскоговорящих детей понимать свою русскую литературу. От современных методик, обучающих вдумчивому чтению, к презентации новых книг. Такой, как нынешний сборник современной поэзии Элитаура. Программа педагогической гостиной насыщенная. Здесь успевают перенять прогрессивный опыт, почитать стихи и, конечно же, пообщаться. Потому что ценят не только слово, но и его суть.